Доброе утро. НРБК региональный блок новостей. В студии Маргарита Гафарова. Мы вещаем из отеля Кран-Плаза Уфа. НРБК региональный блок новостей. Сейчас нефтегазовые компании не заинтересованы в комплексном геологическом изучении, потому что закон позволяет им добывать полезные ископаемые только в соответствии с целевым назначением лицензии. Соответственно, в итоге природные богатства в попутных водах пропадают и разведка их не ведется. Вот по мнению парламентариев, от принятия закона выиграют как добывающие компании, которые смогут получать дополнительную прибыль, так и государство за счет налоговых поступлений и увеличения запаса полезных ископаемых. Документ уже рассмотрен и принят в первом чтении. Несколько дворов в Уфе не успевают благоустроить в назначенный срок. О ходе работ по программе «Башкирские дворики» на оперативном совещании в столичной мэрии доложил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан. По его словам, всего в текущем году планируется привести в порядок 34 дворовые территории, 164 многоквартирных дома. По всем районам города работа разделена на два этапа. Благоустройство 16 дворов предусмотрено сроком до 15 августа, еще 18 до 15 октября. В целом работы закончены в трех дворах, в 13 завершаются. На сегодняшний день есть ряд объектов, по которым срок исполнения по контракту истек. Процент выполнения остается низким. В Октябрьском районе один объект, в Санецком районе четыре объекта. Комплексное благоустройство данных территорий выполняется подрядной организацией ООО «Квербайт Рус». Темп работы на объектах остается низким, ввиду отсутствия у подрядчика надлежащего количества рабочих и техники. Согласно условиям контрактов, за нарушение срока выполнения работ к подрядным организациям будут применены штрафные санкции. Общий объем финансирования работы в Уфе по программе «Башкирские дворики» в текущем году составляет без малого 600 миллионов рублей. Из них 565 миллионов средства регионального бюджета, 28 миллионов выделят из городской казны, свыше 5,5 миллионов средства населения. Аскинскую ледяную пещеру в Башкортостане намерены сделать доступной для пожилых людей и инвалидов. Чтобы оборудовать уникальный природный объект, необходимо по предварительным расчетам 11 миллионов рублей, отметила автор проекта ОНФ «Регион заботы» учредителя благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер во время рабочей поездки в Башкортостан. И вот по ее словам, уже в первый год после старта проекта пещеру увидят около тысячи людей старшего поколения и с ограниченными возможностями здоровья. Для этого необходимо заасфальтировать двухкилометровый участок дороги для удобного подъезда к природному объекту, адаптировать лестницы, установить юрту для отдыха туристов. Сделать экскурсии доступными для всех планируется при поддержке администрации региона и некоммерческих организаций. Высшим пилотажем я считаю в этом проекте тот факт, чтобы экскурсию и увидели красоту нашей пещеры инвалиды-колясочники. Вот, поэтому над этой темой мы тоже очень сильно работаем, предполагаем, как мы сделаем пандусы, рельсы, как мы будем поднимать по крутому склону наших туристов. Ну и напомню, региональное отделение РГО, взявшее Аскинскую пещеру в аренду на 49 лет, в 2018 году получило грант главы республики для отсыпки подъездной дороги, установки лестницы и монтажа осветительных приборов. Построен дом для охраны с гостевыми комнатами на 20 человек, три моста через горные реки, навесы, беседка, оборудована автостоянка. Установлены лестницы внутри пещеры и оформлена смотровая площадка. 18,5 тысяч жителей Башкортостана считаются долгожителями. К этой категории относятся люди, достигшие 90 лет и старше. Статистику подготовил Башстат к Международному дню пожилых людей, который отмечают ежегодно 1 октября. И вот согласно данным, всего в республике к началу 2020 года проживало свыше 800 тысяч пожилых людей от 60 лет и старше. Доля населения этого возраста в регионе составляет 21%. В целом по России этот показатель немного выше – 22,5%. Один из факторов увеличения численности пожилых людей – повышение продолжительности жизни. И вот по итогам 2019 года в Башкортостане ожидаемая продолжительность жизни достигла примерно 72,5 лет. При этом в городах людей старше 60 лет проживает больше, чем на селе, а число пожилых женщин в республике превышает число мужчин. Значительная часть людей сохраняет экономическую активность. Среди лиц в возрасте 60-64 лет работают около 20%, в возрасте 65-72 лет – более 5%. И несмотря на возраст, старшее поколение не прочь пойти под венец. Например, в прошлом году в ЗАГСе расписались 700 мужчин и 424 женщины в возрасте от 60 лет и старше. Из них примерно 10% никогда раньше не состояли в браке. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары и евро растут. Американская валюта поднялась на 1 рубль 1 копейку и курс составил 79 рублей 68 копеек. Евро плюсует рубль 54 копейки, курс – 93 рубля 2 копейки. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка долларов в Финбанке по 78 рублей 60 копеек. И продажа долларов в банке Наива – 79 рублей 3 копейки. Наиболее выгодный курс покупки евро в банке Наива по 92 рубля 2 копейки. И продажа евро в Вакебанке по 92 рубля 45 копеек. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Следите за новостями вместе с РБКВФ. Субтитры сделал DimaTorzok